Как известный монастырь чуть не записали в ковид-диссиденты, 8 часов ровно 7 мая 2020 года, обновлено 8 часов 07 минут 7 мая 2020 года, знак авторского права РИА Новости, Михаил Фомичев, Свято-Пафнутиев-Боровский монастырь. Знак авторского права РИА Новости, Михаил Фомичев, Москва, 7 мая РИА Новости, Антон Скрипунов. Один из самых известных российских монастырей Свято-Пафнутиев-Боровский оказался в центре скандала. Монафи уверяют, что их хотели записать больными коронавирусом еще до сдачи анализов. Возник конфликт с местными властями. Что произошло в обители и чем все закончилось в материале РИА Новости. Признать себя заразными это видео моментально подняло шум. Сначала его активно распространяли YouTube каналы, потом пошло по соцсетям. Православные активно пересылали ссылку в мессенджерах друг другу и знакомым. Так, кстати, она попала и к корреспонденту РИА Новости с припиской. Монахов Боровского монастыря принудительно записывают в больные коронавирусом. Ролик записал насельник обители, известный православный публицист и иеромонах Роман Кропотов. Он рассказал об интересной ситуации. По его словам, в монастырь 30 апреля из местной больницы приехал врач и раздал для подписи документ, в котором говорилось, что их проинформировали о диагнозе COVID-19. То есть тест будут делать завтра, 1 мая, еще сколько-то дней уйдет на его обработку, а сегодня, 30 апреля, мы должны добровольно признать себя заболевшими, заразными. Это вот так делается статистика. Возмущается и иеромонах. Некоторым верующим близко его негодование. Комментарии под роликом схожи с риторикой последних недель, когда стало известно, что Пасха пройдет без прихожан. Мол, это кампания против церкви и веры. Не тот бланк. Впрочем, местные власти довольно быстро отреагировали на нашумевшее обращение монаха. Выяснилось, что проверку братья на коронавирус затеяли после того, как одного из трудников госпитализировали с подозрением на болезнь и спустя несколько дней тест дал положительный результат. Администрация Боровского района направила в монастырь дезинфекторов. Однако, те работали только на открытых участках, в помещениях обработку провели сами монахи. Чтобы разом ознакомить большое количество с инструкцией, как себя вести в условиях эпидемии, врачи решили передать типовые бланки. Но произошла ошибка, надеюсь, не надо объяснять, в каком режиме сейчас работают медики, по последним данным, в Калужской области почти полторы тысячи заболевших. И взяли не те экземпляры, объяснил замглавы Боровского района Алексей Гераськин. Знак авторского права фото Боровский видеоролик стал для всех неожиданностью, признался чиновник, как и то, что в монастыре есть свой доктор. Именно этим обстоятельством монахи объяснили отказ впустить 1 мая врачей для осмотра и сдачи анализов. Между обителью и местными властями возникло небольшое недопонимание, так прокомментировали инцидент РИА Новости в Калужской епархии. Серьезная угроза подобной случай недопонимания не первой. В преддверии верного воскресения, 12 апреля, в республике Коми архиепископ Сыктывкарский Петерим пообещал судиться с местным Роспотребнадзором, предписавшим закрыть храмы для верующих на главные праздники. В тот момент регион был вторым по заболеваемости в стране. Накануне Пасхи по поводу допуска верующих в храмы с местными властями поспорил митрополит Саратовский Лонгин. Сложившуюся ситуацию он сравнил ни много ни мало с гонениями на религию советских времен. В итоге прихожане все-таки пришли на службы, правда, стояли на улице. А на подходах к церквям их уговаривали оставаться дома сотрудники полиции. 19 апреля, 17, 28 религии и мировоззрения до слез. Как в России встретили Пасху в новых условиях разногласия улажены в числе пострадавших от эпидемии монастырей крупнейшие центры паломничества, Троица Сергиева Лавра, Дивеевская обитель. Поднялась волна критики, служителей обвиняют чуть ли не в ковид-диссидентстве. Судя по комментариям в соцсетях, подобных нападок не избежал и Боровский монастырь. Однако на поверку все оказалось иначе. Как отмечают в Калужской епархии, конфликт между Пафнутиевым монастырем и местными властями улажен. Никаких проблем там нет. Врачей пускают, монахи сдали анализы. Все под контролем, заверяет РИА Новости глава епархиального отдела по взаимодействию с государственными структурами, обществом и СМИ протедиакон Сергий Комаров. Информацию о том, что 45 насельников сдали анализ на коронавирус, подтвердили и в администрации Боровского района. Все разногласия улажены, подчеркивает замглавы района Алексей Гераськин. Автор скандального видео, отец Роман, Коротков, в новом видеообращении отметил, в монастыре сложилось абсолютное доверие к врачам. 4 мая 10, 21 религии мировоззрения умер клирик Покровского Ходькова монастыря, заразившийся COVID-19.